Журнал Forbes. Вы все знаете, да, и много, я знаю, девушек в Москве мечтают выйти замуж за Форбса. Ну, в смысле, за того, кто в списке Forbes. Это издание, которое занимается рейтингами всякими разными, не только доходами, но очень разными рейтингами. И мы решили у себя организовать тоже рейтинги. Мы называем это Ori Forbes. Поэтому я сейчас в качестве тех, кто в первом из рейтингов, хочу начинать приглашать на эту сцену наших лидеров, которые входят в первый рейтинг Ori Forbes. Это новые топ-предприниматели Арифлейм Россия. Это члены консультативной группы Арифлейм Россия 2016-2017 года. Очень важные для нас люди, друзья. Это растущие лидеры. И это новые топ-предприниматели. Поэтому давайте встречать их на сцене. И пока они выходят, я буду немножко давать вам о них информацию. Мы начинаем снизу вверх. Сафировый директор Надежда Санникова. Филиал Новосибирск. Пришла Арифлейм в сентябре 2014 года. Годовой доход в 2016 году 2,2 миллиона рублей и 7 тысяч долларов премии за новое звание. Надя, прошу. Надежда Санникова. Бриллиантовый директор Марина Федотова. Филиал Ярославль. Присоединилась в 2006 году. Годовой доход 2,2 миллиона и 6 тысяч долларов премии за новое звание. Марина? Есть Марина? Не вижу. Подходите. Бриллиантовый директор. Вот она. Марина, прошу на сцену. Бриллиантовый директора Вероника Дмитрия Егармины. Филиал Новосибирск. Пришли в 2008 году. Доход 2,85 миллиона и 10 тысяч долларов премии за новое звание. Все как в списке форм. Бриллиантовый директора Марина Ефремова и Сергей Васильев. Филиал Казань. Пришли в Арифлейм в 2001 году. Вот и да. Доход 3 миллиона рублей и 6 тысяч долларов премии за новое звание. Бриллиантовый директор Ирма Егорова. И Влад, ты тоже выходи. Филиал Казань. Присоединились в марте 2006. Годовой доход 1,7 миллиона и 10 тысяч долларов премии за новое звание. Бриллиантовый директора Дарья Михаила Алямкины. Филиал Казань. Пришли в Арифлейм в октябре 2007 года. Годовой доход 2,1 миллиона и 10 тысяч долларов премии за новое звание. Бриллиантовый директора Анна и Сергей Шахаевы. Филиал Казань. Пришли в 2015 году. Годовой доход 2,1 миллиона и 17 тысяч 500 долларов за новые звания. Бриллиантовый директора Ольга и Виктор Кукушевы. Филиал Воронеж. Пришли в январе 2003 года. Годовой доход 3,7 миллиона рублей и 10 тысяч долларов премии за новое звание. Молодцы. Старший бриллиантовый директор Елена Камаргина. Филиал Екатеринбург. Пришла в Арифлейм в 2001 году. Годовой доход 2,8 миллиона и 8 тысяч долларов премии за новое звание. Лена? Лена потянется, надеюсь. Старший бриллиант Илона Сухорукова. Филиал Воронеж. Пришла в 2011 году. Годовой доход 5,1 миллиона рублей и 8 тысяч долларов за новое звание. Где Илона? Кто ее увидит, отправляйте, пожалуйста, на сцену. Старшие бриллиантовые директора Ольга и Роберт Шаймардановы. Спикеры. Замечательно выступили. Пришли в феврале 2003 года. Прямо из детского сада к нам. Годовой доход 3,9 миллионов и 18 тысяч долларов за новое звание. Молодцы. Дальше. Старшие бриллиантовые директора Юлия и Артем Гефнидер. Новосибирск. Пришли в марте 2003 года. Годовой доход 3,9 миллиона и 6 тысяч долларов. Выходите, выходите. Хватит снимать уже. Выходите на сцену. Исполнительные директора Наталья и Эдуард Васильевы. Филиал Казань. Видите, сколько нам Казань дала новых званий. Присоединились в Калифлейм в далеком 2000 году. Годовой доход 6 миллионов рублей и 24 тысячи долларов премии за новое звание. Исполнительные директора Ирина и Антон Долженко. Филиал Новосибирск. Присоединились в сентябре 2000 года. Годовой доход 6,1 миллиона рублей и 24 тысячи долларов премии за новое звание. Вот он рейтинг по реформс. Хорошо смотрится, конечно. Прямо как всю жизнь-то были. Это наши перспективные новые топ-менеджеры. Ребята, я вас поздравляю от всей души. Так держать вы наша надежда. Ура! Молодцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова